Ростом за 188 сантиметров и весом за 110 кило, героиня моего нового эпизода довольно крепкая барышня. Больше того, согласно отдельным рейтингам, одна из самых рослых и сильных в истории. Николь Бесс была известна на Западе как бодибилдер, рестлер и гостья различных телешоу. С сожалению, отмечу и то, что на момент выхода этого материала Николь неделю как скончалась в одной из американских клиник. Подробнее о судьбе одной из самых мощных женщин в истории буквально через несколько секунд. 25 февраля, Санкт-Петербург, 26 Екатеринбург, 4 марта, Симферополь, 5 Москва. Стартует кастинг проекта «Теперь ты в теме генетика». Заполни анкету на сайте и подписывайся на канал в теме. Ссылки в описании. Начнем с того, что Николь от природы была мощной, рано приобщилась к тренировкам и впервые на сцену вышла в 22 года. Комментаторы и судьи отмечали отличную генетику, пропорции, кондиции, но в то же время Бесс была уж слишком большой для сцены. Даже в те времена, когда отношение к женскому бодибилдингу было куда более лояльно. Спустя почти 10 лет выступлений Николь и вовсе была готова отказаться от карьеры в культуризме. После того, как, несмотря на доминирование в критериях мышечной массы и сухости, победы доставались просто более миловидным девушкам. Но уже в 97 году Бесс в очередной раз выступила на национальном чемпионате США и взяла победы среди женщин-тяжеловесов, опередив, к слову, будущую десятикратную мисс Олимпия Айрис Кайл, а также в абсолютной категории. И да, лишний раз обращаю ваше внимание, насколько же она выделялась на сцене. Бесс получила долгожданную квалификацию на Олимпию, но в том же 97 заняла одно из последних мест и окончательно ушла из бодибилдинга в статусе самой мощной женщины-культуриста в мире. За годы тренировок, в том числе под руководством ныне главного судья Олимпии Стива Вайнбергера, Николь значительно спрогрессировала в массе. Она весила за 90 кило на сцене и далеко за 100 в обычной жизни, ее бицепсы выросли в обхвате до 46 сантиметров, а бедра до 70, и это подчеркнул в соревновательных кондициях, а силовые и вовсе впечатляли. По разным данным, жим лежа составлял 143 кило на 3 повторения, присед 184 на 2, жим ногами свыше 500 килограммов, становая около 180, а подъем штанги на бицепс в переводе с фунтов около 84 кило. При этом Бесс неоднозначно комментировала применение препаратов для стимуляции роста мышц. С одной стороны, не отрицала. Да, я как-то принимал астероиды, но буквально раз было дело. Мой тренинг стал куда интенсивнее, но я тут же попалась в рамках контроля на одном из турниров, так как следы их применения все еще оставались в моем организме. При этом приобрести фарму было несложно. Это как наркотики на улице. Было бы желание, а уж где их достать, не такая и проблема. С другой стороны, в последующих интервью она убеждала, что тестостерон и его формы никогда не применяла, что странно и сомнительно с учетом того, как существенно со временем изменилась ее внешность в сторону мужественности. После ухода из бодибилдинга Николь нашла себя в мире рестлинга, но ее карьера в этой индустрии была хоть и яркой, но непродолжительной. И спустя несколько лет Бесс оформила свой уход скандальным судебным иском о сексуальных домогательствах. В последующие годы Николь выступала в качестве рестлера по приглашениям независимых организаций, занималась персональными тренировками, а также была замечена в порно-фильмах. Правда, после утверждала, что неоднократно соглашалась только на роли в Садо Мазо, где, разумеется, доминировала. Но так как продажи фильмов оставляли желать лучшего, их монтировали с подборками классического порно, от которого Бесс наотрез отказывалась. Что касается личной жизни, она 28 лет была в браке с Бобом Фуксом, вплоть до его смерти во сне от сердечного приступа в мае 2013 года. И уже в феврале текущего, 2017, в соцсетях появилась новость о смерти самой Николь. Проблемы со здоровьем у нее бывали и раньше. Согласно англоязычным источникам, в 2006 она была госпитализирована с диагнозом панкреатит, якобы от употребления стероидов. В 2016 году публиковала фото из больницы, но на вопросы подписчиков о причинах отвечала, что это личное. И, наконец, в феврале 2017 года, буквально неделю назад, новость о смерти Николь опубликовала ее девушка и партнер по бизнесу Кристин Барун. По словам Кристин, накануне Бесс почувствовала себя плохо, была госпитализирована, ей была оказана вся необходимая медицинская помощь, но спасти Николь не удалось, и она ушла из жизни от сердечного приступа в 50-го года. Что сказать, очень неоднозначный и противоречивый вышел выпуск, еще и на фоне недавней смерти самой Николь. Мне кажется, что правильно будет закончить ее собственными словами о своем жизненном выборе. Женственность – это не внешний вид, это твоя сущность. Я всегда любил отренироваться и нахожу мускулы очень женственными. С другой стороны, толстушки тоже могут быть очень привлекательными. Женственность – это тот ореол, который вы сами себе создаете. А поскольку я женщина, то и мышцы вполне можно считать женственными. Очевидно, что каждый останется при своем мнении. Надеюсь, что и вы поделитесь своим в комментариях под видео. Материал для вас, как всегда, подготовил Андрей Луценко. Если понравился эпизод, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Впереди много новых выпусков о силовых видах спорта и не только. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!